Приветствую вас на канале Сундук Знаний, сегодня поговорим про пользу инжира. Инжир известен людям с древних времен. Фиговое дерево является деревом-долгожителем, и может до 200 лет приносить плоды. Инжир является не только очень вкусным продуктом, но и благодаря своим целебным свойствам очень полезным для здоровья человека. Инжира существует около 400 видов инжира, которые произрастают на Кавказе, в Крыму, Средней Азии, Европейской и Южной части России. Плоды инжира бывают фиолетовыми, красноватыми и желтоватыми. Свежие плоды хранятся очень недолго, поэтому после сбора инжир сразу сушат и вилят. Инжир, как и большинство овощей, фруктов и ягод, содержит очень большое количество полезных для здоровья человека веществ. Свежий инжир в зависимости от сорта, содержит до 24% сахаров, в основном фруктозы и глюкозы, до 80% воды, а также белки, углеводы, клетчатку, органические кислоты, витамины А, С, В, макро- и микроэлементы. Кальций, натрий, железо, магний, фосфор. Инжир помогает избавиться от усталости и переутомления, прибавляет сил, очень полезен для мозга и мыслительной деятельности. Способствует снижению уровня холестерина в крови. Инжир снижает риск возникновения заболеваний сердечной сосудистой системы. Рекомендует употреблять инжир людям, страдающим анемией. Инжир полезен при тромбозах и тромбофлебитах. Инжир хороший помощник в борьбе с простудными заболеваниями. Он обладает жиропонижающим и патагонным свойствами, а также помогает при болях в горле и воспалительных процессах дыхательных путей. Также инжир рекомендует употреблять при бронхиальной астме. Инжир обладает мочегонным свойством. Обладает легким слабительным действием. Он помогает при заболеваниях печени и селезенки. Свежий инжир способствует снижению уровня сахара в крови. Но сушеный инжир противопоказан людям с сахарным диабетом. Инжиром лечат мозоли, нарывы и незаживающие ранки, прикладывая разрезанный плод или кашицу из инжира на ночь. Инжир полезен для кожи. Из него можно делать маски, лосьоны, настой для лица. Инжир полезен для волоса. Из него делают маски, которые укрепляют волосы. Инжир противопоказан при панкреатите, подагре и острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Сушеный инжир также противопоказан при ожирении и сахарном диабете. А на этом у меня все. Оставайтесь с нами. И до скорого.